33-я ракетная дивизия. Вот прям схема. Вот это командный пункт в Мозыре, где мы проживали. А еще вели дежурство и поддерживали связь с командным пунктом. Татьяна Скибюк вспоминает о своей службе в ракетных войсках в Белоруссии. Особенно запомнился 1986 год, когда случился взрыв на Чернобыльской станции. Она участвовала в выездных учениях, была ликвидатором последствий аварий. Вместе с мужем мы служили. Прослужило еще 10 лет. И мужа перевели в российские войска на территории Одинцовского района. Вместе с ним переехала и я. И наша семья продолжала службу уже на территории России. После переезда Татьяна продолжила службу в отделе вневедомственной охраны. Здесь она изучала системы охраны, перезакрывала квартиры, помогала дежурному офицеру. Очень интересная у меня служба. Очень прекрасный коллектив. Очень благодарна я начальникам. Очень серьезные, интересные люди меня окружают. И ответственно все это, дисциплинированно. И мне это нравится. Я привыкла как бы с молодости к этому. Воинский стаж Татьяны 27 лет. После выхода на пенсию по выслуге лет ее перевели в операторы. Она стала дежурным пункта централизованной охраны. Признается, 13 лет здесь пролетели как один миг. Но сотрудник Росгвардии уверена, впереди ее ждут новые достижения. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok